Всем привет! С вами на связи AppsFlyer. Спасибо большое, что присоединились к нашей сессии. Сегодня мы хотим поговорить о предиктивной аналитике в век пользовательской конфиденциальности. Меня зовут Эльвира, я занимаюсь развитием бизнеса в AppsFlyer. Со мной сегодня моя коллега Элена, которая руководит разработкой продукта PredictSK. Пару слов о нас. AppsFlyer существует с 2011 года, и за эти 10 лет мы привлекли инвестиции от ведущих мировых венчурных фондов. В компании работает сейчас больше тысячи человек в 19 офисах по всему миру, а наша доля глобального рынка мобильных измерений составляет более 65%. В основе нашего продукта лежит мощный атрибуционный механизм, который позволяет рекламодателям получать высокоточные данные об эффективности их рекламных компаний. Мы позволяем связывать эти данные с инфраструктурой 9000 медиапартнеров, которые сейчас включены к нашему маркетплейсу. И поверх всего этого мы разрабатываем экосистему продуктов, которая облегчает жизнь нашим клиентам, мобильным маркетологам. С помощью наших продуктов, аудитории и OneLink мы позволяем строить сегменты и вовлекать текущих пользователей. Мы разрабатываем мощные решения для борьбы с антифродом Protect360 и множество решений для аналитики, начиная от измерения LTV, заканчивая исследованием инкрементальности. И последний блок – это предиктивная аналитика, о которой сегодня мы хотим поговорить поподробнее. Но для начала давайте посмотрим на то, что происходило с экосистемой мобильного маркетинга последние 10 лет. Все мы встретили достаточно много изменений, которые затронули всех участников рынка. И тот тренд, который мы видим в AppSlyer, что за последние три года темп этих изменений значительно ускорился. А их суть так или иначе связана с тем, как обрабатываются, используются и передаются пользовательские данные. Возникает вопрос. iOS 14, который навел шороху за последний год, это всего лишь очередное изменение, которому мы просто... адаптируемся через какое-то время. Или же нам всем, всем игрокам рынка, нужно будет в корне пересмотреть то, как мы воспринимаем мобильный маркетинг. В iOS 14 есть две стороны медали. С одной стороны есть пользователи, для которых это, безусловно, позитивное изменение, так как прозрачности и контроль над данными стали гораздо лучше. С другой стороны есть рекламодатели, для которых будущее перестало быть таким безоблачным в связи с ограничениями, ограничениями, которые повлек за собой iOS 14, а именно ограничения в таргетировании и атрибуции. Изменения, связанные с iOS 14, можно разделить на три группы. Первое – это, конечно, то, что атрибуция фундаментально изменится, причем для всех игроков, и для провайдеров атрибуции, и для медиаисточников, и для самих рекламодателей. Атрибуция должна стать более конфиденциально ориентированной и агрегированной. Также iOS 14 затронул сами медиаисточники и рекламные сетки в вопросах сегментирования аудитории и таргетинга, так как эти две технологии довольно сильно зависят от наличия идентификатора устройства, которых со временем станет меньше. И, конечно же, бесшовные пути конверсии, которые рекламодатели создавали в своих приложениях с помощью отложенного диплинкинга, будут нарушены за счет того, что диплинкинг работал на базе IDFA. Сейчас этих идентификаторов станет меньше, соответственно, пользовательские пути будут поломанными. Все это приводит нас к мысли, что рекламодателям в первую очередь необходимо пересмотреть подход к медиастратегии. И начало этой стратегии, конечно же, начинается с решения, которое Apple представил несколько лет назад, и определение значений конверсии. Значение конверсии – это 6 бит или 64 сигнала пользовательской активности внутри приложения, которые призваны упростить оценку эффективности рекламных кампаний. Значение конверсии – это способ, который Apple предоставил для разработчиков мобильных приложений и медиаисточников для того, чтобы атрибутировать активность внутри приложения к предшествующей ей установке. Значения конверсии назначаются каждым разработчиком приложения индивидуально в зависимости от бизнес-метрик приложения. Что же такое бит? Бит, безусловно, это бинарное значение. Проще всего аналогию провести с тумблером или выключателем. Если тумблер находится в положении «выключено», то значение равно нулю. Если тумблер включен, значение равно единице. И таких тумблеров, то есть бит Apple, предоставляет каждому рекламодателю в количестве 6 штук. Ниже на таблице представлены все комбинации нуля и единицы в рамках 6 бит, они же соответствуют 64 значениям конверсии от нуля до 63. Попробуем переложить это на реальную жизнь. Предположим, что вы компания, которая занимается разработкой мобильных игр, и вам нужно разметить 6 бит на основе ваших бизнес-кипи. Вы решили, что 3 бита вы хотите выделить под определение дохода, а еще 3 бита на прогресс внутри игры. Далее вам нужно разметить это внутри ESCAD Network. Сначала вы разберете 3 бита и прописываете все варианты комбинации нуля и единицы в рамках этих 3 бит и назначаете каждому из них диапазон дохода, который вы можете получить с пользователя. Аналогично вы делаете для прогрессов внутри игры. В конечном итоге у вас получается таблица значений от нуля до 63, которая соответствует комбинации из нуля и единицы, доходу и прогрессу. Далее вы запускаете рекламную кампанию и получаете первую конверсию. Допустим, вы получили значение 1.0.1.1.1.0. Вы сверяетесь с вашей разметкой и видите, что эта комбинация соответствует значению конверсии 46, а это значит, что пользователь, пришедший с рекламной кампании, потратил больше 20 долларов и прошел 25 уровней. Далее на этих данных вы можете произвести необходимую оптимизацию. Звучит довольно сложно, гораздо сложнее, чем это было раньше, но на этом ограничения, связанные со SK-нетворка, не заканчиваются. Прежде всего, все, что я говорила ранее, справедливо только в первые 24, максимум 48 часов с момента установки. Все, что происходит за пределами этого окна, уже не может быть атрибутировано к исходной установке, поэтому такие KPI, как LTV 7 или 30 дня, ушли в небытие. Во-вторых, независимо от того, сколько событий пользователь совершил за первые сутки с момента установки внутри вашего приложения, в сетку вы можете отправить только один агрегированный постбэк, который содержит информацию об установке и об одном значении конверсии, которое произошло ближе всего к стечению таймера. И последнее, конечно же, все это происходит без каких-либо идентификаторов пользователей, если пользователь не дал согласие на его передачу, что приводит нас в довольно прагментированной и грустной картине, потому что сегодняшний мобильный маркетолог больше не знает о том, как ведет себя его пользователь, что он любит, кем он является, какие у него есть характеристики. Это значит, что персонализированная реклама осталась в прошлом. Все, что мы можем сегодня получить от пользователей, это узнать, откуда они пришли и что они делали дальше в нашем приложении. С оговоркой, что за пределами окна 24-48 часов мы даже можем не связать эти два факта. Иными словами, раньше картина с момента установки мобильного приложения выглядела следующим образом. У нас было неограниченное количество времени для того, чтобы отслеживать каждое действие пользователя внутри приложения. Теперь же у нас появился отрезок 24 часа, значение конверсии, показ рекламы, установка. И это все говорит о том, что современным рекламодателям придется столкнуться с огромным количеством неопределенности в попытке привлечь пользователей в их мобильное приложение, что полностью, что говорит о наступлении новой эры. Но мы не могли стоять в стороне, и поэтому сегодня мы хотим представить продукт Predictor Scale, чья миссия состоит в том, чтобы исключить неопределенность, предоставив рекламодателям точные предсказания LTV и инсайты для оптимизации компании на ранних стадиях, что позволит сократить рекламные издержки и сократить время, необходимое для принятия правильных маркетинговых решений. И на этом этапе я передаю слово моей коллеге Элене, идеологу проекта продукта Predictor Scale, для того, чтобы она рассказала, как именно работает наша инновация. Большое спасибо, Эльвира. Начнем с того, что это будет мой первый разговор на русском. Я всегда даю токи только на английском, но в честь White Nights я буду очень стараться, так что если я буду иногда приходить на английский, вы меня, я надеюсь, простите. Так, немножко как Predictor работает и почему так работает. Так, наша миссия с Predictor – это узнать, какой будет PLTV – Predictive Lifetime Value юзеров через 30 дней. Почему 30 дней? Потому что это сегодня the decision point, где большинство наших клиентов пытаются оптимизировать к ней. И мы смотрим на первые 24 часа и ищем correlations. We're looking for correlations between what happened in the first 24 hours и что случится через 30 дней. И мы пытаемся это сделать для всех аппликаций. Так, мы строим модели, machine learning models, в первую очередь для каждого клиента свой, based on first-party data. И даже между разными аппликациями мы делаем adjustments к модели. Значит, у вас может быть одна аппликация, которая у нее один бизнес-лоджик, и другая с другим бизнес-лоджиком, и у каждого будет свой модель. Кроме этого, есть полно разных инопривентов и большинство разных KPIs и индикаторов, с которыми мы можем пользоваться, которые случаются за первые 24 часа. Но, как вы помните, с эльвирной презентацией у нас есть проблемы с conversion value, потому что conversion value может быть только один. Так, как мы это делаем? Мы берем всю информацию, что была, и ее translate в три параметра. Retention – мы даем score с 1 до 9. Retention – это будет, как юзеры возвращаются в игру, и сколько из них мы думаем, что останется через 30 дней. Engagement – как юзеры engage with the app, как они пользуются, что они в ней делают, куда они идут и такое. И monetization – это, конечно, сколько они нам будут платить, если это ad revenue или если это in-app purchases. Каждая из этих scores, каждый из этих параметров переводится на score с 1 до 9. We normalize it. Так, давайте возьмем немножко deep dive, как это идет. Мы смотрим на первые 24 часа и на все инопевенты. Помните, мы сидим в SDK, у нас есть вся эта информация. Мы в это время только знаем, что юзеры делали, но ниоткуда не пришли. Все эти ивенты мы переводим на monetization, engagement, retention. Каждая получает свой score, и все это вместе gets weighted в одну score – benefit score. Допустим, этот юзер получил 7. Это значит, что он был лучше, чем 85% ваших юзеров. Как мы делаем weighted logic? Это тоже имеет разницу по разным бизнес-логик наших клиентов. Значит, это мы делаем решение с вами. И это 7 мы посылаем в SDK, как conversion value. У нас есть compression algorithm, который проводит все эти почти тысячу опций в один conversion value 7. Теперь это то, что мы знаем. Мы до сих пор знали, что случилось. Мы знаем теперь, что эти юзеры, что они делали и сколько они получили как score. Этот score мы проводим в SK, и теперь от SK мы получаем what. Что они, простите, where. Мы получаем where. Откуда юзеры пришли. Значит, эти юзеры, мы знаем, откуда они пришли, с каких кампейнов. В этот кейсе, этот кампейн, допустим, A, юзеры, their weighted score, their weighted benefit score, получилось 8, 6 и 3, допустим. 8 – это значит очень хорошо, 3 – это значит достаточно плохо. Но это классно, но это недостаточно. Что у нас не хватает? У нас не хватает информации о cost, сколько кампейны эти стоили. Поэтому мы берем и добавляем, сколько они стоили, тоже как normalized score. И получается, что мы видим, что, допустим, кампейн, который был 6, он, допустим, привел нам неплохие юзеры, но он был очень дешевый, поэтому мы поднимем оценку, допустим, на 7. А кампейн, который был 3, может быть, он был очень дорогой. И поэтому мы даже спустим его оценку, и это будет как no-brainer, что мы не хотим дальше тратить деньги. Это вся информация. Мы вам repackage it, and we will show it в новом дэшборде внутри AppStyle, где вы сможете делать все ваши решения и смотреть и анализировать, какие кампейны, сайты, как все работает, чтобы вы могли понимать base your user acquisition decisions on, чтобы вы могли делать решение. Так что если так пройти, что мы делаем как highlights, так мы говорим о personalized predictive model. Мы строим модели специфические для вас, и мы смотрим, каждый клиент получает свою модель, и мы смотрим на информацию, которая получается за 24 часа за всю информацию. Мы смотрим на все ивенты, которые случились за первые 24 часа, и это очень важно. Второе, это что мы смотрим на privacy by design. С новым shift SK мы теперь знаем, что юзеры делали или откуда они пришли, не обои, и это очень важно, и это protects our user privacy as users, и это очень нам, мы до сих пор можем делать accurate predictions. И, конечно, this allows us to make early accurate predictive insights и помогать user acquisition managers делать решения быстро. Они не должны больше ждать 30 дней, или больше, или меньше. Они могут делать решения за 24-48 часов. Большое вам спасибо. I'm very excited about this product. Я думаю, что будет изумительно. Надеемся, что будем изумительно. И мы хотели использовать эту изумительную конференцию, чтобы рассказать вам одну важную one big announcement. Мы вообще-то официально сегодня выходим с нашей бетой. Значит, если вы клиент Апфлайера или очень хотите стать клиентом Апфлайера, вы теперь можете попасть в нашу бету к predict SK. У нас есть критерионы, кто может начать и как. Так что, если вы хотите больше информации, поговорите с вашим CSM, мы с Альвирой, со мной, мы будем очень рады отвечать на вопросы. Большое вам спасибо. Спасибо, друзья.